Московская область подводит предварительные итоги трехдневных выборов губернатора региона. Более 83% голосов набрал Андрей Воробьев, представляющий партию «Единая Россия». По видеосвязи с председателем партии Дмитрием Медведевым и секретарем Генерального совета Андреем Турчаком он отметил высокую явку на избирательных участках, а также поблагодарил коллег и избирателей за поддержку и успешную совместную работу. Хочу поблагодарить и прежде всего слова благодарности высказать в адрес жителей. Явка, которую мы видим по Московской области, это, наверное, рекорд за очень долгое время, более 55%. Это говорит о том, что мы одна команда, мы сплачиваемся и прекрасно понимаем со своей стороны, что для нас это большая ответственность. Ответственность оправдать ожидания, доверие жителей. В городском округе Химки работали 118 избирательных участков во всех микрорайонах города. Голосование прошло активно. На участки приходили пенсионеры и молодые люди, депутаты, а также медийные персоны. Например, самый известный житель Сходни, телеведущий, спортивный комментатор Дмитрий Губерниев, прилетел из командировки и сразу же отправился на избирательный участок. Это гражданский долг, я каждый раз это делаю с огромным удовольствием. Вот пришел в новую школу, которую мы строили, строили и, наконец, построили, потому что замечательный движ вокруг образования, спорта. Стадион Сходнинский сейчас ремонтируют, представляете, где я еще блистал. Поэтому, естественно, я должен, как добропорядочный гражданин великой, я это подчеркиваю, Сходни, которая является частью уважаемых химок, приходить и общаться. Здесь люди хорошие. Я максимально слежу за тем, что происходит в родном регионе, городе. Многие на избирательные участки приходили семьями. Например, Анастасия Подлесная в Левобережном говорит, не пропускают ни одни выборы. Мне не безразлично будущее нашего региона, нашего города, потому что мы здесь воспитываем наших детей, это наше будущее, это все очень важно. Главная особенность этих выборов – проголосовать можно было дистанционно. Для этого надо было предварительно зарегистрироваться через госуслуги. Химкинский депутат Руслан Шаипов продемонстрировал удобство такого формата и проголосовал удаленно, используя телефон. Благодаря дистанционному электронному голосованию теперь еще больше людей смогут проявить гражданскую позицию, ведь не каждый имеет возможность посетить избирательный участок из-за занятости или по другой причине. Для меня выборы губернатора – это возможность повлиять на будущее своего городского округа и в целом Подмосковья. Также в Химках смогли проголосовать на дому. Этим правом воспользовались жители, которые заняты уходом за ребенком, имеют проблемы со здоровьем, а также маломобильные граждане. Например, за несколько дней до начала выборов жительница Лунева, пенсионерка Нина Спичкина, подала заявку на участие в голосовании на дому. В назначенный срок к пенсионерке пришли члены избирательной комиссии со всеми необходимыми документами. Я думаю, что нужно обязательно идти. Кого хочет, за того выбрать, но выбор идти обязательно надо. Я считаю, надо. Я все время ходила. Спасибо, молодцы, что пришли. И все же большая часть жителей округа выбрала очное, традиционное голосование на избирательных участках. Это, наверное, долг каждого гражданина. Мы обязаны, я хочу, чтобы наша страна процветала. Безопасность, прозрачность и порядок на выборах контролировали правоохранители, наблюдатели и депутаты. Задача каждого на участке – в первую очередь обеспечить легитимность голосования и защитить права избирателей и кандидатов. Все достаточно спокойно. Люди с хорошим настроением приходят, делают свои выборы, изучают биографии и работу кандидатов на плакатах, которые размещены на каждом пункте. Всего в Подмосковье в течение трех дней работали 3928 избирательных участков, на которых только от партии «Единая Россия» следили за порядком свыше пяти тысяч наблюдателей. Александр Сергеев, Новости Химки ТВ.